Электронное строение атома углерода К середине XIX века было уже достаточно накоплено экспериментального материала по органической химии. Получено много соединений, изучен их состав, прослежены закономерности протекания отдельных химических реакций. Но значительные трудности возникали в определении валентности углерода. В соединениях метана, этана, пропана, которые входят в состав природного газа, углерод может дать разную валентность и даже дробную. Какая же в действительности валентность углерода оставалась непонятным? Благодаря успехам физики установлено электронное строение атома, и это дало возможность более глубоко понять природу химической связи, как неорганических, так и органических соединений. Согласно современным электронным представлениям, все особенности органических соединений определяются прежде всего свойствами элемента углерода. Благодаря месту, которое занимает углерод в периодической системе, на внешнем энергетическом уровне его атома находятся четыре электрона. Он не проявляет выраженной предрасположенности отдавать или принимать электроны и занимает промежуточное положение между металлами и неметаллами. Характеризуется проявлением образовывать ковалентные связи. И при образовании органических соединений атом углерода переходит из основного состояния в возбужденное. Структуру внешнего электронного слоя можно выразить следующим образом. Четыре орбитали атома углерода, которые содержат неспаренные электроны, дают возможность образовывать с другими атомами, а также друг с другом, четыре ковалентные связи. Ковалентная связь, от латинского «имеющий силу», осуществляется за счет электронной пары, принадлежащей обоим атомам. Атом углерода становится четырехвалентным. Так, например, самое простое органическое соединение метан имеет состав CH4. Его строение можно изобразить либо структурной формулой, либо электронной. Согласно электронной теории, каждая линия показывает общую электронную пару, которая связывает атом. Таким образом, в органической химии наряду с эмпирическими формулами, структурными формулами, существуют и электронные. Структурные формулы считаются языком органической химии. Ковалентные связи в органической химии, как и во многих неорганических соединениях, образуются за счет перекрывания S-электронов, S- и P-электронов и P-электронов. Опираясь на знания о строении молекулы метана, можно предположить, что четыре ковалентные связи атома углерода, которые он образует с водородом в молекуле метана, будут неравноценными. Одна связь образована S-электроном, а три остальные — P. В действительности, в молекуле метана все связи совершенно равноценны. Для объяснения этого факта в квантовой механике вводится понятие о гибридизации атомных орбиталей. Гибридизация — это взаимодействие, смешение разных по типу, но близких по энергии атомных орбиталей данного атома с образованием гибридных орбиталей одинаковой формы и энергии. При взаимодействии одного S-электронного облака с тремя P-электронными облаками образуются четыре качественно новых гибридизированных электронных облака или атомные орбитали. Гибридизированные орбитали по сравнению с негибридизированными более выгодны геометрически, так как позволяют увеличить площадь перекрывания с орбиталями других атомов, что ведет к образованию более прочных связей. Результатом перекрывания большей доли гибридной орбитали с орбиталями других атомов является ковалентная связь. Атом углерода характеризуется тремя видами гибридизации с участием S- и P-орбиталей, каждому из которых соответствует определенное валентное состояние атома. Следует заметить, что образование молекул с ковалентной связью сопровождается выделением энергии. И чем полнее происходит перекрывание, тем больше выделяется энергии и тем сильнее химическая связь. Энергия связи указывает на его прочность и измеряется в килоджоулях на 1 моль. Энергия связи углерода и хлора составляет 240 килоджоулей на моль. Длина связи определяется расстоянием между центрами ядер связанных атомов в нанометрах. Схемы пространственного строения воды и аммиака. Самое главное правило органической химии — углерод всегда четырехвалентен, поэтому возле углерода в структурных формулах органических соединений находятся всегда четыре связи — ковалентные связи, которые образуются за счет перекрывания электронных облаков. Сопровождается это перекрывание выделением энергии и определяется в килоджоулях.